Привет, красотка! Я очень рада видеть тебя на втором дне моего марафона красоты. Если ты сейчас не понимаешь, о каком марафоне идет речь, то, скорее всего, ты не смотрела первое видео. Вот здесь вот можешь его сейчас посмотреть и все поймешь. Сегодня мы будем разбирать невероятно важную тему в вопросе внутренней красоты. Это питание. Почему я вообще отнесла ее к теме внутренней красоты? Потому что на самом деле, что мы едим, тем мы и становимся. Что мы употребляем, то мы и видим потом в зеркале в виде килограммов, в виде состояния нашей кожи, в состоянии волос и так далее. Как я и обещала, я снова без косметики. В принципе, весь марафон я буду проводить без декоративной косметики, потому что так как мы будем задевать темы внутренней красоты, на которую не влияет абсолютно декоративка, я решила, что это будет правильно, если я буду вот такая вот голая перед вами. Сегодня очень полезное видео. Я надеюсь, для вас оно будет полезным, потому что мы будем с вами заниматься и теорией, и практикой. Вначале мы разберем 5 пунктов, 5 моих советов по отношению к еде, как питаться и не поправляться, как, в принципе, осознанно подходить к вопросу питания, какие привычки лучше в себе выработать. А вторая часть видео будет посвящена именно практике. То есть я покажу вам не только то, чем я питаюсь весь день с самого пробуждения до самого сна, но и то, как это приготовить, потому что готовлю пищу я почти всегда дома. Готовить я люблю, люблю, чтобы пища была и полезной, и вкусной. Так что хватайте чего-нибудь полезненького. У меня сейчас с собой смузи зеленый. Вы, кстати, сегодня обязательно узнаете, как его приготовить. Первое мое правило в вопросе питания – покупать то, что ты хочешь потом съесть. Очень странно, да? Типа, ну, люди так всегда делают. Но я сейчас объясню. Сидим, например, дома, хотим чего-нибудь перекусить. Может, вы читаете, работаете, отдыхаете, чем-то занимаетесь. Просто хотите чего-нибудь пожевать, вы идете в эту прекрасную зону нашего дома. Кстати, мы сейчас находимся на кухне. Добро пожаловать. И, разумеется, находите вы то, что недавно купили в магазине или купили ваши родители. И вот мое правило номер один заключается в том, чтобы покупать изначально в магазине полезные перекусы, полезные продукты, которые потом ты будешь есть, потому что у тебя не будет другого выбора. То есть, как у нас это происходит? Ты идешь на кухню, смотришь, чего я там есть на столе или в холодильнике и берешь это. Я это очень сильно заметила на себе, потому что если я купила печенье, там, вафли какие-то, и потом в течение дня захотела чего-нибудь перекусить, прихожу на кухню, то, разумеется, я такая, оп, вижу печеньки, вафли, завариваю себе чаечки и вот так вот перекусываю. А если же я до этого в магазине купила какие-нибудь хлебцы, орешки, фрукты, овощи, то потом, придя на кухню, я вижу это, и у меня нет как бы вариантов. Я сейчас не пойду в магазин, у меня нет на это времени, я выбираю то, что у меня есть. То есть, покупать впрок то, что вы хотели бы, чтобы вы потом съели. То есть, это действие для себя в будущем. Второй момент в вопросе питания. Почему иногда люди, которые едят одно и то же в принципе, то есть, действительно, у них могут быть абсолютно одинаковые рационы, но они употребляют одну и ту же пищу в разное время дня. Один человек может из-за этого толстеть, а другой человек может оставаться в своем весе. Причем продукты могут быть правильные, продукты могут быть полезные по типу фруктов, овощей. Например, возьмем банан. Вот как вы думаете, банан? Фрукт, казалось бы, полезный, дает энергию, что с ним вообще может быть плохого? Но это две абсолютно большие разницы, когда вы съедите этот банан. Утром в виде вашего завтрака или одной из ключевой позиций вашего завтрака и на ночь. То есть, очень важно понимать, когда тот или иной продукт можно есть. Потому что утром, например, съев банан, вы получите невероятное количество энергии, вы будете сыты на ближайшие 2-3 часа. Все эти калории потратятся в течение дня. А если вы съедите тот же самый банан, казалось бы, полезный фрукт на ночь, то вся энергия от него, она останется в вас, потому что вы идете спать, и вы не будете ее еще встратить. И, соответственно, эти калории уйдут в жиро. Третий пункт, это не то чтобы совет, лайфхак, наставление. Это мое предложение к вам подходить немного осознанно к вопросу питания в принципе. И просто задуматься о том, что на самом деле мы все с вами животные. Как бы это печально не было осознавать, но это действительно так. Нами всеми управляют пищевые компании, нами управляет реклама, нами управляет все, что происходит вокруг. И фактически нашему организму, возможно, не нужно есть именно вот эти, допустим, чипсы, или эти сухарики, или этот сок пить. Но так как мы постоянно слышим об этих продуктах, так как мы видим их в рекламе, так как об этом говорят, это продают, наш ум решает то, что нам это необходимо, нам это нужно. Как, например, устроены маркетинговые компании, когда они продают чипсы. Мы видим какую-нибудь там красотку, у нее идеальные волосы, кожа, губы, и она ест, допустим, чипсы лейс, и у нас сразу, оп, картинка в голове на подсознании где-то, что, значит, чтобы быть такой красоткой, нужно есть чипсы лейс. Или, в принципе, если она такая красотка и есть чипсы лейс, и с ней все хорошо, значит, мне тоже можно так делать, и со мной тоже будет все хорошо. Именно поэтому я уже не смотрю телевизор в лет 7, потому что это невероятное влияние на наши мозги. И, кстати, не только в вопросе питания, в вопросе вообще всего. Моды, того, как правильно, круто выглядеть, по поводу того, когда ты должен себя чувствовать счастливым, когда у тебя есть именно, допустим, вот это или это. На самом деле, все это фигня, из нас делают просто зомби, чтобы делать на нас деньги. Грустная история, конечно. Я не говорю то, что это нужно принять и просто жить с этим. Я хочу, чтобы вы добавили немножечко осознанности в вопросе питания. Я очень рекомендую к просмотру фильм «Сахар». Мы знаем о всех этих зависимостях, плохих, страшных зависимостях, типа наркотики, алкоголь, сигареты. Но на самом деле мы все с вами зависимы. Почти повсюду уже находится этот глутамат натрия, который заставляет нас есть эту пищу снова и снова. И хотите ее? Как вы думаете, почему вам не хочется, например, кушать гречку снова и снова? Почему вам не хочется кушать брокколи снова и снова? А, допустим, именно чипсы или кириешки или шоколадки определенные хочется. Да потому что там содержится то самое невероятно замечательное, в калычках, конечно же, вещество, которое дает сигнал нашему мозгу, что мы хотим это снова. Четвертый мой совет будет вытекать плавно из предыдущего – это смотреть составы. И разбираться в них, красотки, потому что это очень важно. Если вы не понимаете, что там написано, то есть там какие-то неизвестные вам слова, гуглите, смотрите информацию об этом, не закрывайте на это глаза, это идет прямиком в ваш организм. Это прямиком действует потом на вашу печень, кишечник, желудок, кожу, состояние организма, на вашу энергию. И это так странно, что люди иногда просто не задумываются о том, что они едят, и они думают о том, вкусно это или нет. То есть это буквально на пару секунд для вкусовых рецепторов успокоить вот это вот состояние, что тебе будет вкусно, твоему мозгу будет от этого хорошо, а то, как это потом переварится, то, как это повлияет на все органы, это как будто бы неважно. И люди будто боятся смотреть составы. Более того, очень часто эти, опять же, замечательные пищевые компании устраивают замечательные маркетинговые ходы и пишут на самих упаковках «полезно», «без сахара», «что-нибудь еще». И человек читает только это, он такой думает, о, классно, я ем полезную штучку, какой-нибудь, например, мюсли-батончик. А просто загляните однажды в состав, и если вы там на первом месте не увидите сахар, я очень сильно удивлюсь, потому что почти везде сейчас он на первых местах, он скрывается под разными, на самом деле, названиями, а на самоупаковке может быть написано «без сахара». Ну и пятым пунктом я хотела бы сказать такую фразу, не помню, это вроде народная какая-то, а нет, это Сократ говорил, точно. Это очень хорошая фраза, которую, мне кажется, нужно держать в себе в голове. Ешьте, чтобы жить, а не живите, чтобы есть. У всех людей есть культ еды. Это действительно так, мы поощряем себя едой, мы называем это побаловать себя, например, если мы с чем-то справились, дали какой-нибудь экзамен, то вот я себя порадую этой пироженкой. Ну, то есть ты порадуешь свои вкусовые рецепторы и свой мозг на несколько секунд, а в остальном ты против своего организма пошла полностью. Поэтому мой совет заключается в том, чтобы работать заодно с вашим организмом и действительно есть, чтобы жить. То есть есть так, чтобы жить энергичнее, питаться так, чтобы чувствовать легкость, подъем, чтобы видеть это на состоянии вашей кожи. А сейчас в красотке будет практическая часть, я уже почти допила свой смузи. Надеюсь, вы тоже там чего-нибудь вкусненькое, полезненькое. Вкусненькое и полезненькое, да? Это может быть одним. Кстати, вот это очень вкусно. Несмотря на то, что это безумно полезный напиток, несмотря на то, что он дает очень много энергии, сил и витаминов, аминокислот, он очень вкусный. Я вам сейчас покажу очень много вкусных и полезных рецептов, а самое главное простых, потому что я не трачу на готовку там 2 часа, что-то сложное делать. Я вообще считаю, чем проще еда, чем проще состав, как всегда, тем лучше. Поэтому рецепты мои максимально простые. Я вообще сама очень люблю такие видео, я их всегда сохраняю. Если я нахожу какой-то быстрый, вкусный, полезный рецепт, всегда я его так это себе в избранное добавляю. Поэтому надеюсь, что это видео будет вам полезно. Поехали на кухню. Мы уже на кухне, правда? Поехали готовить. Итак, с 5.30 до 7.30 утра я просто пью воду. Примерно это выходит 400 мл или 500. Один из моих любимых питательных завтраков – это омлет с овощами. Для него нам понадобятся томаты и перец, и, разумеется, яйца и молоко. Обжариваю омлет на кунжутном масле и стараюсь очень-очень быстро перемешивать, чтобы омлет именно не поджаривался, а просто приготовился. Иногда просто закрываю крышкой и готовлю на пару. В качестве дополнения к омлету у нас будет бутерброд из черного хлеба, творожного сыра и моего любимого авокадо. Нам понадобится всего половинка. Добавляю любимые специи. И так как сейчас лето, я пользуюсь максимальной возможностью добавлять максимальное количество зелени, и вам советую. Красотка – это невероятный источник витаминов, самых-самых разных. Я добавляю и кинзу, и лук, и укроп, и петрушку. В общем, все, что растет у моей бабушки на грядке. Завтракаю в 8.00. Следующий прием пищи будет перекус. И сегодня мы с вами приготовим смузи. Для него нам понадобится половина замороженного банана, либо просто банан, не обязательно замороженный. Половинку авокадо. Можно использовать ту половинку, которая у нас осталась от завтрака. Семена че, полстакана воды и блендер. Обычно перекусываю примерно в 10.30. Либо смузи, либо фруктами, либо сухофруктами, чтобы как-то продержаться до следующего приема пищи. Итак, обед готовлю гречу вот в таких пакетиках. Это очень удобно и по пользе ничуть не отличается от обычной варки крупы. Также приготовим рыбу в духовке. Опять же, для удобства и скорости я люблю покупать филе. В размороженную рыбу добавляем любимые специи. И маринуем в оливковом масле буквально хотя бы 5 минут. Выкладываем на фольгу и выпекаем минут 25 в духовке на 180 градусах. Всегда салат. Это основное блюдо обеда, я бы сказала. По классике добавляю огурцы, помидоры, перец, кунжут. И опять же, максимум зелени. Зелени у меня примерно столько же, сколько овощей по объему. Добавляю специи, семена че и поливаю сразу тремя маслами. Кунжутным, нерафинированным, подсолнечным и льняным. Обедаю в час дня. Следующий перекус примерно в 4 часа дня. Орешки, хлебцы. И если обед и завтрак у меня, конечно же, меняются, то ужин почти всегда такой. Это запеченные овощи в духовке. Я использую мои любимые. Это брокколи, цветная капуста, помидорки черри, стручковая фасоль, перец. Добавляю оливковое масло, специи. Хорошенечко перемешиваю и выкладываю на бумагу. И выпекаю 20 минут в разогретой духовке на 180 градусов. И, конечно же, весь день между приемами пищи я пью воду. Много воды. За день выходит примерно 2,5 литра. Вот и все, красотка. Примерно полдевятого я уже иду чистить зубы, поэтому ничего больше не ем и иду спать. Ну что ж, красотки, вот и подошло видео к концу. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным. И мы с вами увидимся на моем канале уже послезавтра. Мы будем разбирать с вами тему здоровых, полезных привычек, того, как их выработать. А в инстаграме мы встретимся с вами уже завтра. Будет задание на подобную тему, на которой сегодня было видео. Я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...